Привет, просветители! Мне кажется, это очень здорово, когда у ютуб-канала появляются свои локальные приколы. Да-да, те самые Павл-юмористы, скоморохи, тройни. Но вот когда мемом канала становится министр просвещения, это вроде как всё ещё весело, только вот уже какой-то привкус грусти остаётся. Можно было бы сказать, что это просто моё негативное отношение к Сергею Кравцову сказывается. Чего уж скрывать, данный товарищ не вызывает у меня особых позитивных эмоций. Сергей, не переживайте, у вас всё ещё огромная зарплата, да и квартиру, как нуждающиеся, судя по всему, получили. Думаю, что проживёте и без моего хорошего отношения. Хоть и с трудом. Сергей Кравцов в 2016 году стал получателем субсидий в 16,6 миллионов рублей, следует из совместного расследования важных историй и Transparency International. При этом по итогам 2015 года Кравцов с женой задекларировали 5 квартир общей площадью более 300 квадратных метров и дачный дом размером 73,6 квадратных метра. Незадолго до получения субсидий супруги продали 2 квартиры, выручив за них по подсчётам журналистов 18,2 миллиона рублей. Так как формально семья ухудшила жилищное положение, её и признали нуждающейся. При этом супруги приобрели 2 жилых помещений площадью 213,6 и 45,9 квадратных метра лишь через 4 года. Так вот, дело не только в моём промытом западной пропагандой мозге. Если зайти на Яндекс.Дзен, да, мне самому не по себе таких предложений, то, пожалуй, практически ни в одном педагогическом блоге, не связанном с Министерством просвещения, вы не найдёте позитивных комментариев о министре. Заходишь в комментарии и «Мать моя женщина!» Тушить свет. Сергея Кравцова просто ненавидят. И да, не предатели родины и проплаченная либерда. Приветики. А самые настоящие патриоты с берёзками на аватарке и песнями шамана в аудиозаписях. Я русский! Да-да, мы знаем, что ты русский. Всё в порядке. Что чаще всего раздражает людей, связанных со школой в Министре? Во-первых, оторванность от этой самой школы, отсутствие педагогического опыта, ой, простите, один год, и клиническое забалтывание проблем. Ну, возможно, мы с вами судим о Сергее Кравцове только по газетным заголовкам. И не самым успешным идеям. Здесь должна появиться заставка. Разговоры о важном со стоповым. Быть может, нам стоит дать возможность министру высказаться, познакомиться с ним поближе, узнать, что его волнует. Зарплата учителей, техническое оснащение школ, уровень знаний. Я вас умоляю, Украина, неонацизм, злой Запад, патриотизм и традиционные ценности. Вот с последних и начнём. Хочу сказать, что для нас, конечно, сегодня важно и оградить наших всех детей вот от тех псевдоценностей, которые, к сожалению, навязываются Западом до сих пор и через средства массовой информации, и через культуру. Окей, серьёзная проблема, спорить не буду. Я бы даже сказал, основная для нашего образования. Да отстаньте со своим отсутствием учителей. Но можно уточнить, какие средства массовой информации, легально доступные в России, всё ещё прививают эти ценности. Ну, просто чтобы быть уверенным, что мы не с ветряными мельницами боремся. Павел, вы что, не знаете? Легально, нелегально, а пропаганда всегда работает. Ребёнок найдёт способ увидеть то, что не нужно. Окей, а тогда почему не поговорить о подростковом алкоголизме, с которым реальная проблема в стране? Здесь та же самая ситуация. Официально продавать алкоголь подросткам нельзя. А подростки-алкоголики есть. Или это не так опасно, как ветер либерализма Запада. Защитить от псевдоценностей, нетрадиционных ценностей, это мы никогда не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в нашей системе образования. Ура! А то же мы совсем близко к этому были. Вот буквально президент с господином Кравцовым грудью нас защитили. Мы ж в шаге находились от родителей один и два. Хотя, где мы сейчас в российской школе второго родителя найдём? Нет, ну а если серьёзно, это только меня удивляет, что у нас буквально каждый божий день очередной чиновник про нетрадиционные ценности вещает. Подростковый алкоголизм, употребление запрещенных веществ, буллинг, тишина. Таких проблем нет. А вот повесточка на Нетфликсе, ушедшим из России, кстати, вот этим подискутировать. Поэтому сегодня исключительная значимая задача поддержать детей в непростой жизненной ситуации. Позаводьте с собой здоровье. Начинается детский отдых. Можно узнать, а что с логикой повествования? Мы не допустим, чтобы ценности, разрушающие человека, были в системе образования. Поэтому поддержим детей. Тут, кстати, детский отдых вот-вот стартует. Сегодня, избавляясь от негативных иностранных влияний, мы создаем все условия для всестороннего развития и полноценного образования наших детей. А вот поподробнее можно, какие конкретно иностранные влияния прослеживались в образовательном процессе в деревне Гадюкино, например? Можно прям по пунктам? И от чего мы избавились? Нет, я, конечно, понимаю, что это сейчас просто тренд такой говорить об избавлении от иностранщины. Но в обычной школе что конкретно взяли и выкинули демонстративно такого иностранного? Или Кравцов просто решил от коллег не отставать? Ну, вроде все Европу и Америку пинают. Ну, я тоже за компанию. Особое внимание уделяю патриотическому воспитанию. Учим детей ценить жизнь, достоинства, права и свободы человека, служение Отечеству, воспитывая высоко нравственных и ответственных граждан нашей страны. Вот тут, конечно, не поспоришь. Что есть, то есть. Это главная заслуга министра. Патриотизм в школе. Тут вопросов ноль. Реально добавили, не жалея. Еще бы такое же внимание уделяли качеству образования. И в основе единой суверенной системы образования и воспитания лежат и будут лежать традиционные национальные ценности нашей страны, которые мы и впредь будем хранить и передавать из поколения в поколение. Ни научный подход, ни принципы гуманизма, ни новейшие педагогические технологии. Нет. Традиционные ценности при изучении математики. Потому что мы сегодня выстраиваем суверенную систему образования, не обращая внимания на те якобы псевдо-консультации, как сделать лучше, а на самом деле под этим предлогом скрывалось стремление развалить нашу страну изнутри, чего мы не допустим. Никогда. А можно опять подробнее? Я сейчас даже нервнизирую. Правда непонятно, что конкретно скрывается за этой суверенной системой образования? Вот что за последнее время в школе поменялось? Мероприятий добавили? Да. Разговоры о важном появились. И теперь благодаря этому школа от всего западного защищена? А, я понял. Тот факт, что уже год российская школа работает без учебников? Нет, ну как бы с учебниками, но официально ни один из них не подходит к новым образовательным стандартам. Я про это в одном из роликов уже рассказывал. Это тип такой хитрый план, чтобы враги не поняли, что к чему. По поводу развалить. Это великолепно, что Сергей Кравцов не позволит стране развалиться. Отличная цель. Но может быть он внимание на дикий дефицит педагогических кадров обратит? А, совсем забыл. Он же на педагогический класс рассчитывает. И будем все делать для поддержки учителя. Год педагога и наставника объявлен президентом нашей страны. А я вот все о своем меркантильном. А вот среди этого всего для учителей педагогов. Кроме красивых речей и пары шоу на ТВ. Например, адекватного повышения зарплаты. Не? Не предвидится в год педагога? Ну и ладно. Достаточно много целей и задач, в том числе, о которых вы сказали. Постепенно их будем решать. Спасибо. Но, естественно, не очень быстро. Нам тут от западного влияния в школе избавляться приходится. Пока, правда, только удачно от молодых учителей избавляемся. Но все еще впереди. Скоро и пенсионеры из школы побегут. На мой взгляд, главная угроза это главная проблема это искажение вообще представления. И вот, к сожалению, победив нацизм, как мы считали, 78 лет назад, он опять возродился. Если мы подумаем, почему тогда Германия и много ряд стран присягнули нацизму? И много ряд стран. Простите, я уже просто придираюсь. Больше не буду, наверное. К огромному сожалению, сегодня нацизм существует и дает свои ростки во многих так называемых в кавычках просвещенных странах. О, у нас теперь нацизм по Европе шагает. Окей. Благодаря мощной пропаганде, в том числе информационной работе, сегодня такая информационная война, развязана против нашей страны, которой мы успешно противостоим. Даже спорить не буду, просто искренне интересно, а в чем конкретно этот самый успех заключается, например, на международной арене? Давайте, например, вспомним последнее голосование ООН, в котором говорилось о российской агрессии. Против выступили пять стран. Беларусь, Никарагуа, Северная Корея, Сирия и Россия. В этот раз даже Китай не воздержался. Окей, это информационная война. Кто ж спорит? Товарищ майор, обрати внимание, видишь, я не спорю. Но успехи-то где? И побеждаем в этой войне благодаря нашим учителям, благодаря нашей системе образования. Забираю свои претензии. Господин Кравцов о других успехах говорит, об успехах в войне за умы, в которой мы побеждаем благодаря учителям. Помните 90-е годы? Демократия? На что делался акцент? Экономика, политика, развал страны, военно-промышленный комплекс? Ключевая задача ссоровских реформ разрушить систему образования, насадить те ценности, которые приведут к разрушению прежде всего генетического кода нашего. Господи, опять генетический код. И он туда же. Еще вот вопрос. А вот эти люди, которые в 90-е пытались страну развалить, они потом куда-то делись из власти в следующий момент? Пытались наше образование уничтожить. А почему тогда российская власть, которая уже столько лет не меняется? Только в 22-м году о суверенной системе образования задумалось. 20 гаком лет все было отлично, чики-бабони. И вот только сейчас глаза открыли. Я очень надеюсь, что чиновники из Министерства просвещения полностью поменялись за последние два года. Потому что тоже как-то странно. Столько лет западные кукловоды вели наше образование к раху, а эти товарищи все под козырек. Тогда возникает логичный вопрос о компетентности этих людей. Они же все теперь уволены? Или опять министр просвещения просто красивые речи толкает? Именно так. Буквально за два последних десятилетия образовательная система Украины сильно исказилась. Были перечеркнуты тесные исторические связи, культурные и национальные связи с нашей страной. Начиная с детского сада дети воспитывались к ненависти к другим народам. Не, все-таки продолжу придираться к словам воспитывались к ненависти Окей. Был и особый кадровый подход основанный на специальной подготовке педагогов директоров школ и системе их материальной мотивации. Велось деление учителей на категорию тех, кто занимал откровенно националистическую проукраинскую позицию поддерживали доплатами и продвигали по карьерной лестнице. А те, кто старался сохранить достоверность обучения, верность отечественным традициям просто избавлялись. Как же здорово, что в российской школе учителя вполне могут придерживаться, например, пацифистской позиции. И никто их не будет из школы выдавливать. Ну, знаете, миру мир. они выбирали среди учителей неонацистов, давали им четвертую категорию, самую наивысшую, именно за антироссийскую пропаганду. Не секрет, что украинские дети воспитывались в том числе как дешевая рабочая сила. Не секрет, что министр просвещения неплохо бы знать, раз уж он так осведомлен о системе образования в Украине. Интересно, а у него пророссийские школы столько же сведений? Например, в прошлом году он еще не знал, что в начальной школе основы истории проходят. Так вот, кроме таких слов как неонацисты и бандера, неплохо бы еще слово украинский выучить. Украинский, не украинский. И это не политический вопрос. В словарях русского языка только такой вариант считается правильным. Украинский. И раз уж Украина занимает центральное место в речи министра, можно было и поинтересоваться. А как правильно прилагательно это произносится? Я все-таки министр просвещения должен, наверное, знать. Но я все о своем филологическом. Нам тут про директора нациста рассказывают. Хочу сказать, что на предметах не преподавали физику, математику, играли, такая сфоровская технология была. Да вообще физики и математики в Украине не существовало. Сплошные игры. Непонятно, правда, почему во всех конкурсах Учитель года в России педагоги в основном игры-то и показывают. Наверное, просто еще не до конца успели от западного влияния избавиться. Но всему свое время. Дети Донбасса оккупированных территорий утратили свое право на образование. Интересно, а Кравцов вспомнит, что к середине марта 22-го года Украину покинуло более миллиона детей? Что с их правами на образование? Думаю, ответ вы без меня знаете. К счастью или сожалению. В общем, вот такое выступление. Напишите в комментариях, что вы думаете, какое впечатление произвел министр. Лично я в восторге. Если вы считаете, что этот ролик заслуживает большого количества просмотров, то поставьте лайк. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, там интересно, и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать меня материально, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики появляются быстрее, без рекламы. И, кроме того, доступен дополнительный контент, например, мои влоги с путешествий. Очень надеюсь, что вам понравится. Кстати, сейчас на экране вы видите имена топовых бустеров. Я безумно благодарен этим ребятам за такую большую поддержку. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok